На днях Дональд Трамп неожиданно объявил об отставании США от России в области ядерных вооружений. Теперь для противостояния пресловутой русской агрессии он хочет резко увеличить американский военный бюджет. Ястребы из Пентагона получат от нового президента весьма весомую добавку. Ни много ни мало, аж 54 миллиарда долларов. Стоит ли после этого удивляться, что западные средства массовой информации наперебой пугают мирных обывателей злобным Путиным, возвращением холодной войны и новым витком смертоносной гонки вооружений? А между тем, саму-то Америку, похоже, уже не спасти. Ее приговорили к уничтожению. И сделал это вовсе не Путин. У Дональда Трампа появился страшный смертельный враг. Дело в том, что политика Трампа стала поперек горла той могущественной и тайной группировки международной плутократии, которую обычно называют мировой закулисой. Выступая недавно в Конгрессе с программной речью, Трамп заявил, надо честно рассказать о тех обстоятельствах, которые мы унаследовали от предыдущей администрации. 94 миллиона американцев выбыли из числа работающего населения. Более 43 миллионов человек сегодня живут в бедности. И более 43 миллионов американцев сидят на продуктовых талонах. Более 20% наших граждан в самом расцвете трудовых сил не работают. После вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году мы лишились 60 тысяч заводов и фабрик. Наш дефицит торгового баланса в прошлом году составил почти 800 миллиардов долларов. А за рубежом мы получили в наследство целую серию трагических внешнеполитических катастроф. Америка потратила на войну на Ближнем Востоке примерно 6 триллионов долларов. И все это время наша инфраструктура внутри страны ветшала и разрушалась. Количество убийств в США выросло до рекордного уровня. Только в прошлом году в одном лишь Чикаго застрелили более 4 тысяч человек. А в этом году число убийств растет еще быстрее. Мы защищали границы других государств, оставляя наши собственные границы широко открытыми для эмигрантов и наркотиков. И теперь все это хлынуло в нашу страну с невиданной скоростью. Мы тратим триллионы долларов за рубежом, а наша внутренняя инфраструктура при этом разрушается. Мы слишком долго финансировали один глобальный проект за другим, но не обращали внимания на судьбы наших детей. И я положу этому конец. Все сказанное Трампом есть прямой и дерзкий вызов глобалистической элите. Той самой пресловутой мировой закулисе, сионским мудрецам или мировому правительству. Называйте этот могущественный клан международных жрецов Золотого Тельца кому как больше нравится. Смысл не изменится. Трамп и те, кто стоят за ним, по сути, объявили войну глобализации, мандиализму и новому мировому порядку. Или как там еще за последние 30 лет называли этот планетарный проект международной финансовой плутократии и транснациональных корпораций. Так вот, трамписты категорически отказываются превращать Соединенные Штаты в эдакую вязанку хвороста для костра мировой революции. В данном случае революции глобалистической. 20 лет назад неутомимый трубодур глобализма Збигнев-Бжезинский заявил в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска». США – последняя империя на планете. Уничтожив все остальные империи, она и сама в процессе своей трансформации должна исчезнуть, раствориться в сетевых структурах транснациональных, финансовых и промышленных корпораций, добровольно отдав свою глобальную власть в руки единого мирового правительства. Трамп постал против этого, стремясь сохранить США в качестве главного международного полюса силы и мирового жандарма. Не желая приносить суверенную американскую государственность в жертву международным банкирам. Он как истинный американский империалист, представитель национальной американской буржуазии, выразитель интересов агрессивного и хищного американского капитала, отказался подчиняться той части мировой закулисы, которая делает ставку на полное и окончательное разрушение всех суверенных государств. И ему объявили войну. Войну на уничтожение. Именно поэтому мировая либеральная пресса громогласно объявила его безумцем и лжецом. Именно поэтому немецкий журнал Focus может позволить себе публиковать, например, такое. Весь мир затаив дыхание, следить за высказываниями и решениями нового президента США. Душевное здоровье Дональда Трампа анализируют и специалисты в области психиатрии. Они считают необходимым разработать программу психологической помощи для главы Белого дома. Трамп верит в то, что может управлять США как своим бизнесом, и он с этим не справится. Трамп находится на пределе. У него налицо нарушение адекватного социального поведения. А португальская газета паблика позволяет себе такие, например, выпады. Дональд Трамп неадекватный президент ребенок. Он может быть смещен в результате измены со стороны развитца общества США. Безумию Белого дома, кажется, уже нет пределов. Чем больше Трамп и его команда лгут, тем старательнее отрицают факты и сильнее верят в собственную ложь. Они видят самих себя в параллельной реальности выдуманных фактов и в итоге настолько в них убеждаются, что становятся их заложниками собственных мифов. Ключевое слово здесь – измена спецслужб. Учитывая, что численность этих самых спецслужб достигает в Соединенных Штатах одного миллиона сотрудников, это вполне реальная перспектива, которая может закончиться смещением и даже убийством Трампа. Похоже, именно об этом предупреждал доверенного помощника Трампа Майкла Флинна наш посол в США Сергей Кисляк в ходе конфиденциальной беседы в октябре прошлого года. Не зря же та беседа стоила Флинну карьеры. Враги Трампа затравили его, приклеив ярлык предателя, агента Москвы и друга Путина. Впрочем, очень может быть, что без Путина здесь и впрямь не обошлось. Может, Путин хочет спасти Трампа от переворота так же, как в прошлом году он спас жизнь Эрдогана, за считанные часы предупредив турецкого лидера о военном путче, в ходе которого его собирались ликвидировать. Почему бы теперь так же не спасти и Трампа, в расчете на то, что он, как и Эрдоган, не забудет оказанные ему услуги? Тем более, что ожесточение и ненависть между Трампом и его врагами нарастают не по дням, а по часам. Кто же победит в этом противостоянии американских империалистов и транснациональных глобалистов? Мы не знаем, зато русские патриоты знают точно, что по отношению к России и русскому народу обе эти силы равновраждебны и опасны. Так что пусть они терзают друг друга смертельной схватке как можно дольше, чтобы мы, русские, получили необходимую передышку и драгоценное время для подготовки нашей страны к грядущим грозным событиям. Ибо чем бы ни кончилась битва Трампа с его врагами, за ней неминуемо последует геополитический крах Запада, мировая смута, большая война и кровавый передел мирового пирога. Будь готова, Россия! Господи, помоги!